Музыка Для многих станет неожиданностью, если я скажу, что в Украине есть своя песчаная пустыня. Она небольшая, но имеет вполне конкретные признаки. Свои дюны, называемые Кучугурами, и свои оазисы. Вот за этой лесополосой, окружающей всю ее территорию, я попаду в совершенно иной мир. Состав снаряжения. Фляга, нож, спички. С вами снова Игорь Молодан. Сегодня я приглашаю вас в это уникальное место. Олешковские пески. Лесополоса шириной в сотню метров опоясывает практически всю территорию пустыни. Закрывая ее от любопытных глаз. Ведь еще недавно здесь находился авиационный полигон. Кроме акации и сосны, здесь встречаются грибы и мхи. Произрастает артишок, лопух и конопля. Коноплей здесь и вправду много. Раньше ее выращивали в промышленных масштабах. И неудивительно, ведь это очень полезное растение. Я возьму с собой несколько стеблей, чтобы показать вам позже, как сделать из них веревки. Доподлинно известно, что в диком виде конопля не обладает сильно выраженным наркотическим действием. И пригодна только для изготовления различных волокнистых материалов. Конопля. Травянистое растение высотой до 6 метров. Семена используются для приготовления напитка. Масло из семян употребляется в пищу. Листья обладают успокаивающим, обезболивающим свойством. Ингаляции улучшают сон, действуют как легкий наркотик. Сон травы помогает от отита, а корень можно использовать в качестве припарок от боли в суставах, подагры и ожогов. Стебли применяются для изготовления бумаги, одежды, обуви, веревок, канатов, тросов, ниток, холстины, мешковины. Высушенные в качестве подстилки. Семена содержат масло, идущее для малярных красок. Вот показались пески и отдельные лесные массивы. Я на пороге одной из самых больших песчаных пустынь Европы. По ходу движения пейзаж будет меняться. Здесь и вправду можно ощутить себя затерянным в песках. Пустыня Олешка Песчаный массив расположен в Украине в 30 километрах к востоку от города Херсон. Массив имеет практически круглую форму, размером около 15 километров в диаметре. Олешковские пески являются одними из крупных песчаных массивов Европы. Состоят из песчаных барханов, кучугуров высотой около 5 метров с редкой растительностью. В Днепровские пески занимают площадь в 1612 квадратных километров. При передвижении в пустыне одежду лучше не снимать. Это позволит сохранить влагу и не обгореть на солнце. Но вместе с тем тело должно хорошо вентилироваться. Для этого расстегиваются воротник, манжеты и поясной ремень. Чтобы не получить солнечный удар, голова должна быть покрыта. У меня нет головного убора, поэтому я сделал его из своей футболки. В пустыне в основном скреплен травянистой растительностью. Но передвигаться здесь все равно тяжело. Приходится постоянно подниматься то вверх, то вниз, преодолевая кучугуры. Есть здесь и дороги, но ходить по ним еще сложнее, так как песок здесь рыхлый и вязкий. Двигаться в пустынной местности лучше равномерно, в одном темпе, не делая лишних движений. Не следует идти до полного изнеможения. Первый привал нужно сделать на 5-10 минут, через 30 минут после начала движения. В это время устраняются недостатки в подгонке снаряжения и обуви. В последующем привалы делаются через 1,5-2 часа движения по 15 минут. При движении по песку шаг делается короче обычного, а нога ставится на всю ступню, не разгибая колено полностью. При дефиците воды наиболее рационально использовать дробный режим питья, выпивая каждый час по 100 грамм воды, маленькими глотками с задержкой во рту в течение 2-4 секунд. Основное количество воды рекомендуется выпивать во время завтрака и ужина. На маршруте лучше воду не пить, ограничившись полосканием рта и тремя-четырьмя глотками на привале после 10-минутного отдыха. Если дневное потребление воды на длительный период составляет менее полулитра в сутки, лучше отказаться от приема пищи. Дневной отдых в тени снижает потери воды организмом более чем в два раза. В тени на привале есть две беды. Это вездесущие муравьи и надоедливые комары. И избавиться от них практически невозможно. Приходится только терпеть. Вообще любителям пустынной экзотики я бы посоветовал брать с собой помимо одежды с длинным рукавом, панаму и очки. Здесь это очень нужные вещи. Пустыня имеет круглую форму, а ее диаметр всего 15 километров, хотя увидеть можно ее даже из космоса. Но из-за вязкого песка и особенностей рельефа пересечь ее за один световой день очень трудно. Солнце подходит к зениту, поэтому мне пришло время подыскать подходящий оазис для дневного отдыха. Являясь миниатюрной копией больших песчаных пустынь, олешковские пески имеют довольно много оазисов. И расположены они друг от друга на сравнительно небольшом расстоянии. Из деревьев в оазисах произрастают березы, сосна и осина. В местах выхода поверхностных вод растут камыш, рогоз и другие травянистые растения. Здесь можно собирать такие грибы, как маслята, белые, зеленушки, подосиновики. Но встречаются и ядовитые. Поэтому, если нет уверенности в определении съедобности грибов, их лучше не трогать. Я нашел подходящее место для отдыха. Сейчас немного отдохну в тени, а затем отправлюсь на поиски пищи и воды. Пока есть вода во фляге, особо беспокоиться не стоит. Но рано или поздно придется придумать, как ее добыть. Пустыня Олежка, как и все остальные пустыни, очень бедна в пищевом плане. Здесь вряд ли в поле зрения попадутся крупные мелькопитающие. Но иногда можно увидеть зайца, лису и такого опасного птичника, как волк. Еще здесь водятся различные земноводные и пресмыкающиеся. Преимущественно, это ящерицы или огушки. Но можно встретить и змей. А вот в таких воронках, наполненных водой, можно поискать каких-нибудь земноводных рептилий. Судя по всему, здесь ничего не возникло. В полдень передвигаться совсем печально. Поэтому я использую это время, чтобы сделать песканоплеверюку. Для этого нужно расщепить стебли на 4 части и высушить их. На солнце они высохнут буквально за 2 часа. Выполнять расщепление стеблей на 4 части следует очень аккуратно, чтобы не повредить материал. Затем расщепленные стебли просушиваются. После этого стебли очищаются от сердцевины. При этом сердцевина растения должна легко отслаиваться от кожуры, не портия ее. Затем 3 очищенные ленты растения соединяются вместе и сплетаются, скручиваясь между указательным и большим пальцем рук в противоположных направлениях. По мере того, как ленты растения будут заканчиваться, предварительно на их место вплетается новая лента, чтобы всегда их количество было не меньше 3. При этом недостаточно прочно скрученная в одном месте веревка переплетается заново, с того места, где было ослаблено плетение. Размер такой веревки ограничен только материалом и терпением. Вот такая получается простенькая и прочная веревка. А зачем нужен данный навык? Каждый решит для себя сам. Сколько не путешествую, но рано или поздно приходит время подыскать подходящее место для ночлега. И такое место я нашел без труда, в одном из многочисленных оазисов. Осталось только развести огонь. Как видите, дров здесь вполне достаточно. Сегодня был трудный день. Утром надвигались грозовые тучи, но к обеду уже разведнелось, и солнце начало палить вовсю. Я прошел более 7 километров, остановился в центре пустыни, в этом оазисе. Ожидаю, что ночь будет непростая, так как здесь очень много комаров. Костер развел не для того, чтобы греться, а в принципе для того, чтобы отпугивать этих кровососущих насекомых. Но я чувствую, что ночь спать не придется, так как нужно будет постоянно следить, чтобы огонь не распространялся. Хотя я расчистил это место, но, видно, недостаточно. Ожидаю, в полуночи выгорит необходимая площадь, и будет уже попроще. Сегодня я встретил лягушек, ящериц, но они настолько малы, что в пищу их употреблять несерьезно. Поэтому буду ложиться на голодный желудок. Комары – это самая большая неприятность в этой местности. Просто беда. Мне пришлось перебираться сюда, на открытые и обдуваемые ветры в пространстве. Солнце уже взошло, поэтому через пару часов я буду на ногах. Уже начинается полуденная жира. Вдали я вижу подходящий оазис для отдыха. Я два часа ничего не пил, и во рту все пересохло. Это верный признак начинающегося обезвоживания. Организм начинает терять драгоценную жидкость. При потере жидкости до 8% моча становится темно-желтой или мутной, слюновязкой, ощущается сонливость, повышение температуры тела, частоты пульса и дыхания, покраснение в некоторых местах кожи, тошнота, головная боль. При 11% потере воды нарушается зрение и слух, затрудняется дыхание и речь. Слизистые оболочки сохнут, черствеют, нарушается координация движений, отсутствует слюноотделение. При 14% наблюдаются спазмы мышц, распухает язык, проявляется бред, неспособность стоять с закрытыми глазами. При 20% сморщивается кожа, на ней появляются трещины, теряется способность глотать, возможно, потеря сознания. При обезвоживании организма более чем на 20%, большая вероятность смертельного исхода. Я устал щуриться, потому что иду постоянно на солнце. Чтобы не опалить кожу лица, попробую сейчас сделать кофе, как это делают арабы. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, это убережет меня от ожога на коже. Субтитры создавал DimaTorzok и примерно имею представление о том, где я выйду. Поэтому продолжу свой дальнейший путь на восток, ориентируясь по солнцу. Самый простой способ определения сторон горизонта в пустыне является солнце. И не нужно никуда ничего втыкать. Достаточно следить за направлением собственной тени, которая указывает утром на северо-западное направление, днем на север, и вечером на северо-восток. Делая необходимые поправки каждый час с учетом перемещения солнца за это время на 15 градусов. Для образного представления сторон горизонта можно нарисовать круг и нанести на него циферблат часов. 12 часов будет обозначать направление на север, 6 часов – юг, 3 часа – восток, 9 часов – запад. солнце движется слева направо по южному направлению. Поэтому тень тоже будет перемещаться слева направо по северному направлению. Каждый час солнце перемещается на 15 градусов. Соответственно, тень каждый час тоже перемещается на 15 градусов, что соответствует промежуточному значению часов. 10 11 12 1 2 3 я иду на восток и утренние часы тень моя была строго сзади но так как она перемещается каждый час на 15 градусов так вечеру окажется прямо передо мной это будет означать что я выдерживаю заданное направление конечно накапливаю ошибки могут быть причиной незначительного бокового уклонения но у меня не спортивное ориентирование и точно здесь играет не самую важную роль главное идти в одном направлении при движении нужно учитывать что размер шага неравномерен поэтому если не брать поправку на перемещение тени то можно ходить кругами бесконечно долго и так и не выйти из 15 километровой пустыни как и у больших песчаных пустынь в украинской пустыне найти воду непросто однако и здесь попадаются оазисы с поверхностными водными источниками их можно определить по густой и яркой растительности с этой стороны проще подойти к воде вода стоящая и может быть заражена поэтому пить ее не рекомендую но в пустыне такие источники можно использовать для охлаждения организма для этого достаточно намочить головной убор и ради бога не мочитесь на головной убор как советуют некоторые эксперты небольшое количество мочи высохнет уже через несколько минут а воне дискомфорт останутся надолго в вечернее время передвигаться гораздо легче Тело отдувает прохладный ветерок, а яркое звездное небо не даст заблудить. Впереди виднеется лесополоса. Это верный признак того, что я выхожу из пустыни. Хотя идти до нее еще пару часов. Вот так не спеша за два дня я пересек одну из самых больших пустынь Европы, которая еще долгие годы будет избавляться от военного прошлого. Поэтому будьте осторожны, посещайте места и не интересуйтесь никакими металлическими предметами, которые торчат из песков. До новых встреч в дикой природе! Субтитры создавал DimaTorzok